Обычно это рассуждение и рефлексия, истинная рефлексия. И определение к топору истинной рефлексии – это дхарарургена, дхарарургха. Интересный композит, дхарарургха – это особый, нестандартный бахуври, который в более стандартной форме, это был бы арургха дхарина. Если вот для тех, кому это интересно, я дал ссылку, это Панини сутра 2.2.37. И, по сути дела, это композит того же типа, как яхидагни, который может иметь вид агниахида. Перед этой сутрой 2.2.36, такая коротенькая сутра Ништа, которая говорит о том, в контексте, если ее интерпретировать, о том, что в композитах бахуврии вот эти вот Ништа, то есть что такое Ништа, Кта-Ктавату, то есть Ктанты, то, что мы условно называем ППП, причастие прошедшего времени, они должны стоять на первом месте. Но вот эта сутра 2.2.37 ваа вводят в качестве альтернативы, причем опции, в качестве опциональной возможности для тех композитов, которые относятся к группе ахидагни. Это 20-я гана, относящаяся вот к этой сутре, из-за афганопатхи, так вот уже хотя бы какие-то названия вы знаете, но кто-то из вас лучше знает. И ахидагни, это вот, например, туда относятся такие, такие, например, ахидагни или агниахида, агниахида, тот, которым дословно огонь был приготовлен, разложен. Этот же композит, он может ровно быть либо ахида агни, либо агниахида. Потом либо путраджатага, либо джатапуттрага. Стандартная форма была бы джатапуттрага, тот, которым сын был джатага. Тот, который родил сына, ну вот, согласно этой сутре, путраджатана тоже пойдет. И вот эта вот группа ахида агниады, она имеет, она открытый гана, она открытая, так сказать, она группа с открытым завершением, то есть все подобного рода композиты туда могут входить. Поэтому, да, поэтому вот данный композит следует интерпретировать не как иначе, как кутхарена, топором, да. Вот мудрые люди обрубают корень этого дерева топором, который, да, или секирой, лезвие которого, дхара, которого, арура, было поднято вверх, да. Топором с поднятым лезвием, воздетым топором. Да, вот, и у нас, что здесь есть? Вот у нас есть некое вот это предложение, оно завершается и ты, да, то есть и ты клауза, и потом и ты нещая. Это как бы подведение итогов. Вот таково вот решение, таково твердое намерение. Таково твердое намерение, да. Это, как помните, называется рамочная конструкция. Так, ну и вот дальше, дальше я дал на второй странице, я просто делал экранную копию, да, там на целую страницу этот текст. Текст. А, ну да, можно просто вот пойти просто по тексту, я не знаю, как вам удобнее, следите либо по, дальше после вот текста, на следующей, на третьей странице, у меня дан так называемый вот, или то, что я называю дословный вспомогательный перевод, то есть перевод, который, с одной стороны, такой очень-очень близкий к тексту, да, каждое слово в нем дано в переводе, а с другой стороны, он как бы, ну вот он все-таки читаемый, да, он не представляет собой вот не набор каких-то отдельных слов, а он образует единое целое. И, по сути дела, весь этот комментарий есть не что иное, как единое целое, то есть, по сути дела, это одно большое-большое-большое предложение с множеством сложное предложение, можно так понимать, да, в котором как минимум два, или такой комплекс из предложений, которые можно понимать как одно предложение, соответствующие комментируемые шлоки. То есть, по сути дела, что делает комментатор? Что делает герменефт традиционный, в данном случае, Раджянека? Он берет вот эту шлоку, и так далее, и он берет каждый элемент, каждый элемент слова, и он